Ученики Тверской школы номер 34 победили в интеллектуальной игре «Мы громотеи». В эфире федерального телеканала «Россия. Культура» ребята одержали победу над своими соперниками из Череповца. О том, как школьникам удалось взять первое место, в нашем следующем сюжете. Девятиклассница Арина Гущина и ученица 11 класса Мария Веселова влюблены в русский язык и литературу. Поэтому с вопросами, которые задавал ведущий в телеигре «Мы громотеи», они справились без труда. Например, нужно было суметь расставить однокоренные слова в алфавитном порядке, просклонять числительные, определить значение устаревших слов. Кстати, именно это задание ученицы назвали самым сложным. Это слово многозначное, и мы указали его значение как ловушка, а оказалось, что западня — это погреб, в котором хранятся какие-то вещи. И в этом случае мы оказались неправы. С отрывом в 4 балла команда из Твери одержала победу над своими соперниками из Череповца. Несмотря на переживания и волнения, ученицы показали отличные знания. Участие в телепроекте стало для них захватывающим приключением. Это бесценный опыт, это новые знания. Это привило интерес к более углубленному изучению в дальнейшем русского языка, и подарило новые впечатления, незабываемые. Учителя, родители, ученики школы, которые вошли в группу поддержки, уже думают, как перенести опыт организации таких игр в учебный процесс. Очень часто мы говорим о мотивации. То есть, как всё-таки, ну, не хочется говорить слово «заставить», или как всё-таки ребёнку сказать, что надо учиться, надо получать новые знания. И, конечно, когда вот изучение предмета, есть возможность получить новые знания в ходе игры, это, я считаю, очень важно. Это пробуждает интерес. И даже после передачи у нас и другие ребята заинтересовались. 17 октября в эфир выйдет ещё одна программа «Мы громотеи» с учениками 34-й школы, где ребята сразятся с учениками из Брянска. Тверь представит Арина Никитина из 11-го класса, ученик 9-го класса Михаил Родин и семиклассница Софья Сидорова. Продолжение следует...